Наверняка все с детства помнят добрые сказки Корнея Ивановича Чуковского про доктора Айболита, который сидит под деревом, лечит всех зверей, которые к нему приходят, про Бармалея, про Ваню Васильчикова. Сказки, которые всегда заканчиваются очень хорошо, и добро побеждает зло, зло раскаивается. Но мало кто знает, что во время Великой Отечественной войны Корней Иванович пишет продолжение сказки про Айболита, которую назовет «Адолеем Бармалея». Злая, злая, нехорошая змея молодого укусила воробья. Больно воробушку, больно. Захотел он улететь, да не мог, и заплакал, и упал на песок. Больно воробушку, больно. И пришла к нему беззубая старуха, пучеглазая зеленая лягуха. Жалко воробушка, жалко. За крыло она воробушка взяла и больного по болоту повела. Жалко воробушка, жалко. Из окошка высунулся еж. Ты куда его зеленое ведешь? К доктору, миленький, к доктору. Подожди меня, старуха, под кустом. Мы вдвоем его скорее доведем к доктору, к доброму доктору. Но такая кругом темнота, что не видно в лесу ни куста. И они заблудились в пути и не знают, куда им идти. Только вдруг прибежал светлячок. Он чудесный фонарик зажег. «Идите за мною, друзья! Мне вашего жаль, воробья!» И они побежали бегом за его голубым огоньком. И видят вдали под сосной домик стоит расписной. И там на балконе сидит добрый доктор, седой айборит. Он галки крыло перевязывает и кролику сказку рассказывает. У входа встречает их ласковый слон и к доктору тихо ведет на балкон. Но плачет и стонет больной воробей. Он с каждой минуты слабей и слабей. Пришла к нему смерть воробьиная. И на руки доктор больного берет и лечит больного всю ночь напролет. И лечит, и лечит его до утра. И вот поглядите! Ура! Ура! Больной встрепенулся, крылом шевельнул, чирикнул чик-чик и в окно упорхнул. Спасибо, мой друг! Меня вылечил ты! Вовек не забуду твоей доброты! На первый взгляд начало очень традиционное. Доктор Айболит, воробушек, который приходит лечиться к доктору Айболита, и доктор Айболит его спасает. Но на самом деле сказка не так проста и, в общем-то, очень необычна для корней Ивана Чучковского. Во-первых, если мы посмотрим на те сказки, которые были написаны до этого, то, к примеру, Танечка и Ванечка идут гулять в Африку. И это вполне себе понятные такие географические пункты. А в сказке «Адолеем Бармалея» появляются две страны, которые друг другу противостоят. Это свирепия и айболития. И звери делятся на хороших и плохих. И между этими двумя странами возникает конфликт. Конфликт возникает из-за того, что как раз доктор Айболит вылечил воробушка, на что, в общем, сильно очень возмутилась акула и сказала, что вместо того, чтобы воробушек, всяких ненужных лечить, нужно лечить акулят и разных сильных свирепых зверей. Айболит отказался. И начинается не просто противостояние между этими двумя странами, а начинается настоящая война. Начинается битва. Война. Война. Со всех сторон дом Айболита окружен. В саду моржи, а на дороге гиены, тигры, носороги. Ну, доктор, выходи-ка в бой. Теперь сразимся мы с тобой. И поставили злодеи 19 батарей. У 20-й батареи сам разбойник Бармалей. Он стоит и не шевелится. В Айболита прямо целится. 64 пушки он поставил на опушке. И с акулою вдвоем схоронился за ручьем. И смеется, и хохочет, и кривую саблю точит. Ну, теперь-то Айболит от меня не убежит, отвечает добрый доктор. Погоди же ты, зверье! И склетает добрый доктор войско верное свое. Вы, кузнечики, разведчики, побегите по полям к тем зеленым-то полям. И спростите поскорей у сорок и снегирей. Где пехота-бегемота? У реки или у болота? Чтобы наши журавли разбомбить ее могли. И поставьте у калитки дальнобойные зенитки. Чтобы наглый диверсант к нам не высадил десант. Ты, лягушка, пулеметчик, сохранись из-за кусточек, Чтоб на вражескую часть неожиданно напасть. Вы, орлицы-партизанки, сбейте вражеские танки И пустите под откос Бармалея в паровоз. Ты же, милый воробей, в поле вылетим скорей. И лети, лети стрелою за мохнатую пчелою, Чтоб мохнатая пчела Бармалея прогнала. Особенность сказки в том, что она очень реалистична. И звери превращаются в боевых зверей, и кузнечики-разведчики, и пчелы боевые. И все это не случайно. Сказка была написана в очень тяжелое время, в тяжелое время для страны, для самого Корнея Ивановича Чуковского. Это 1942 год. Корнея Иванович в этот период находится в эвакуации в Ташкенте. И, как он, к примеру, запишет в своем дневнике 1 апреля 1942 года, ровно день рождения. 60 лет. Ташкент. Подарки ко дню рождения такие. Боба пропал без вести. Последнее письмо от него 4 октября прошлого года из-под Вязьмы. Коля в Ленинграде с поврежденной ногой на самом опасном фронте. Коля стал бездомным, его квартиру разбомбили. У меня, очевидно, сгорела переделкина дача со всей библиотекой, которую я собирал всю жизнь. С такими картами на руках я должен писать веселую победную сказку. Вот с таким настроением Корней Иванович приступает к этой самой сказке, к продолжению доктора Айболита. И действительно, в основе тех событий, которые происходят в сказке, легли и настоящие военные сводки, и те радиопередачи, которые были в это время, всем этим таким военным настроем пропитана эта сказка. И во многом даже чувствуется это, когда ее читаешь. Но бой не стихает. И вот поутру на тихой поляне в сосновом бару веселое слышится радио. Мы сегодня взяли в плен 114 гиен, захватили 10 дотов, 18 самолетов, 101 мотоциклет, 101 велосипед. Нам достались от трофеи 104 батареи, 300 ящиков гранат, полевой аэростат и 120 миллионов нерастрелянных патронов. А когда врага мы гнали до исходных рубежей, к нам тайком перебежали 370 моржей, не хотим служить бандиту, а послужим альболиту. Отступая, враг поджег, лебединый городок, но орлицы без усилий все крылами погасили, а у города НН мы гориллу взяли в плен и спасли 500 тюленей из разрушенных селений. Правда, враг еще силен, так и прет со всех сторон. У него на левом фланге лютые орангутанги, а на правом сто полков бешеных волков. Но уже близка победа над ордою людоеда, скоро, скоро будет он побежден и сокрушен окончательно. Но тих и печален седой айболит. Он, тяжко вздыхая, на камне сидит и звонко слушает радио. И думает он о великих бойцах, об их благородных и смелых сердцах, погибших за вольную родину, Но вдруг прилетели к нему журавли. Мы светлою радость тебе принесли. Слушайте, слушайте, слушайте. Чудесная есть на востоке страна, державою славы зовется она. Слушайте, слушайте, слушайте. Свободна она и сильна, и горда. Врагу не сдается она никогда. Да, слушайте, слушайте, слушайте. И витязи много могучих у ней, но всех благородней, сильней и храбрей доблестный Ваня Васильчиков. Он шлет тебе, доктор, сердечный привет и так говорит, если злой людоед ворвется в твою айболитию, он мигом на помощь к тебе прилетит и недруга лютого он сокрушит со всем его бешеным полчищем. И рад айболит, и ликует народ, теперь-то злодей не прорвется вперед, прогнать Бармалея от наших ворот поможет нам Ваня Васильчиков. После того, как сказка выходит, выходит она в 1943 году, как мы понимаем, это еще очень сложное время, на всех фронтах идут тяжелые бои, и поначалу сказка была воспринята достаточно хорошо. Сам Корней Иван Чаковский говорил, писал о том, что это действительно лучшая сказка из тех, которые он написал. Но уже в 1944 году отношение к этой сказке меняется, и очень неоднозначно она воспринимается, выходят статьи в ведущих газетах, в известиях, в правде о том, что для детей так писать нельзя, что основная история, которая должна была, в общем-то, закончиться благополучно, победой добра над злом, как она и заканчивается. Но особенность этой сказки в том, что добро не прощает зло, зло должно быть уничтожено и уничтожено насовсем. И это совершенно необычно иного для самого Корнея Чуковского и, в общем-то, для сказок в принципе. Поэтому долгое время эта сказка не печаталась, и когда сам Чуковский пытался как-то противостоять критике, то его не поддержали, и Маршак, например, сказал, что это достаточно слабое произведение. Дальше Корней Иванович и сам отказался от такой жестокой истории и публиковал только отдельные отрывки в конце. И сейчас мы с вами послушаем продолжение этой истории и, в общем-то, поймем, почему эта сказка оказалась под запретом. Но вдруг смотрите что случилось? Рука злодея опустилась и побледнел, и задрожал он, и по болоту побежал он, но нет, злодею не спастись, и с ужасом глядит он ввысь, и там вверху под черной тучей он видит гибель неминучую. Там летит самолет, в самолете пилот, это он, это Ваня Васильчиков, он раскрыл парашют, и смотрите, он тут, он бежит к людоеду проклятому, он бежит и кричит, погоди же, бандит, будешь помнить ты Ваню Васильчикова. И акуле своей говорит Бармалей, помоги мне, акула зубастая, у тебя за спиной, как за крепкой стеной, схоронюсь я от Вани Васильчикова. Но Ванюша внимает из-за пояса наган, и с наганом налетает на нее, как ураган. Слушай, гадина зубастая, я скажу тебе, не хвастая, коль глотать тебе охота, проглоти-ка, бегемота, а со мною, акула, не справишься, уж ты мною, акула, подавишься. И всадил, и всадил он к каракуле между глаз четыре пули, и бегом, бегом, бегом по болоту за врагом. Тут мохнатая горилла Вани путь загородила. Стой, куда ты, не пущу, растерзаю, растопчу. Но взмахнул он, что есть силы, острой саблею, раз, два, и от бешеной гориллы отлетела голова, и как бомба над болотом полетела к бегемотам, изувечила харьков, искалечила волков, и в канаву угодила, где убила крокодила, и удава контузила лютого. Только глядь, сидит лисица у студенного ручья. Здравствуй, Ваня, храбрый рыцарь, я союзница твоя, но минуты не теряя, он пырнул ее штыком, и во враг лисица злая покатилась кувырком, и в крапиву свалилась дохлая. А злодей помчался в гору по крутому косогору, чтоб оттуда как-нибудь в темный лес улепетнуть. Но, Ванюша, за пиратом, через поле, через рожь, нет проклятой, никуда ты от расплаты не уйдешь. И грозит он Бармалею острой саблею своей, рабел, обомлел Бармалей, и как мел побелел Бармалей. И зарыдал Бармалей, и перед Ваней упал Бармалей. Не губи ты меня, не руби ты меня, пожалей ты меня, пожалей. Но, Ванюша, усмехнулся, вправо-лево повернулся и спросил у медведей, у орлов и лебедей, пощадить ли Бармалея кровожадного злодея. И сейчас же из лесов триста тысяч голосов закричали «Нет, нет, нет!» «Да погибнет людоед!» «Палачу пощады нет!» И примчались на танки три орлицы партизанки и суровым промолвили голосом «Ты, предатель и убийца, мародер и живодер! Ты послушай, кровопийца, всенародный приговор!» «Ненавистного пирата расстрелять из автомата немедленно!» И сразу же в тихое утро осеннее в восемь часов воскресенья был приговор приведен в исполнение. «И столь козловонного хлынуло яда из черного сердца убитого гада, что даже гиены поганые и те зашатались как пьяные, упали в траву, заболели и все до одной околели. А добрые звери спаслись от заразы, спасли их чудесные противогазы». И смеются медвежата, улыбаются моржи, и с мохнатыми зайчатами кувыркаются ежи. Рада, рада вся земля, рады рощи и поля, рады синие озера и седые тополя. Нет на свете Бармалея кровожадного злодея, сгинул лютый Бармалей, стало в мире веселей. И вороны над полями вдруг запели соловьями, и ручьи из-под земли сладким медом потекли, куры стали павами, лысые кудрявыми, и корова вдоль села поскакала весела. Рады, рады, рады светлые березы, и на них от радости расцветают розы, рады, рады, рады темные осины, и на них от радости растут апельсины. То не дождь пошел из облака и не град, то посыпался из облака виноград. Столько пиряников и яблоков и сластей вдруг посыпалось из облака на детей, что, ребята, три недели ели, 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 ели и с набитым животом завалились под кустом, а потом давай сначала наедаться до отвала, да и то еще много осталось, леденцов и орехов не съедены их, пляшут гуси с индюками и ромашки с васильками, даже мельница, и та заплесала у моста, так бегите же за мною, на зеленые луга, где над синей рекою встала радуга-дуга, мы на радугу вскарабкаемся, поиграем в облаках и оттуда вниз по радуге на салазках и коньках, и с веселым айболитом сам Васильчиков идет, пред героем знаменитым расступается народ, слава, слава победителю нашей родины спасителю и герою айболит улыбаясь говорит, нелегка была победа над ордою людоеда, но затем и пролилась наша доблестная кровь, чтобы каждому досталось только счастье, только радость, только ласка и любовь. Редактор субтитров «Семен» Продолжение следует...